Вот страшности. Смотрите, какие у нас дома внутри. Смотрите, у нас все помера. Один раз подъезд горел уже у нас. Даже дверь на лестницу меняли. Ночью все выбегали, чтобы нас... Впрочем, четыре дома на улице Белорусской в Куйбышевском районе, которые остались нерасселёнными, и снаружи оставляют желать лучшего. В одном таком двухэтажном деревянном здании проживает восемь семей. Своими силами люди наладили быт, провели коммуникации и изо всех сил поддерживают состояние своих квартир. Но и на регулярный косметический ремонт уже не хватает ни сил, ни денег, признаются жители. Ирина Юницкая проживает здесь с мужем, свекровью, дочерью и маленькой внучкой. Скотчик залепила, дочь спит. Если внучка тут тронет, здесь всё осыпается, цемент просто. Здесь разрушения вообще уже конкретные. Здесь тоже, тоже дочь, внучка начинает играть, там тоже начинает осыпаться. Дому уже почти 60 лет. В 2014 году его признали аварийным. Неприятная ситуация сложилась и в соседних квартирах. Людмила Юркова показывает свою. Эта стена вообще выпирает. И так вот везде всё отрывается. Там пустота уже. Пол, который ходит ходуном, и дыры в стенах, заделывать которые у жителей уже не хватает подручных средств. И как следствие появились нежеланные питомцы – мыши и крысы. Травить которых, как и следить за порядком в оставшихся домах и на территории рядом, некому. Управляющая организация, со слов жителей, отказывается выполнять свои обязательства, ссылаясь на аварийность домов и их предстоящее расселение. Нет средств, вас выселяют. И вот каждый раз такая отговорка. А мы говорим, куда мы платим деньги? Куда наши деньги уходят? Вообще мы по 8 тысяч. Вот мы за нашу квартиру платим 8 тысяч. Коммунальные услуги, вода, свет, крас. Ну, вот разбирайтесь сами, ищите, кто вам будет это делать. Ещё хоть косили как-то. Вот спичку бросят, и мы запылаем ярким пламенем. Но самая большая боль жителей – это канализация, которая постоянно забивается. Аромат здешних мест можно почувствовать за несколько километров. Хочется квартиру хорошую площадь, потому что в таких условиях очень тяжело жить. Если вдруг вот так случится, среди зимы, тут всё замёрзнет, нам идти куда? Обнадёжил жителей депутат Госдумы Александр Хинштейн, к которому люди пришли на приём. Есть утверждённые расценки, их утверждает регион. Стоимость метра квадратного, в которой приобретается жилье для расселения. Далеко не все застройщики выходят на торги, потому что цена невысокая. Им не очень выгодно это делать. Поэтому здесь мы, к сожалению, имеем дело с тем, что у нас есть. То есть вот. Но в любом случае давайте мы всё-таки посмотрим возможность, чтобы по максимуму людей далеко не перемещать. Сейчас мы финансировали на третий этап, получили. Сейчас мы получили от нашей Думы городского округа Самара дополнительные средства в размере 306 миллионов на весь третий этап. Сейчас планируем закупать. Закупать планируем на территории зоны нашего городского округа Самары, в черте города Самары. Уже летом следующего года жители должны переехать в новые комфортные квартиры. А на время, пока дома строятся, им предлагают переехать в жильё маневренного фонда. Парламентарий обещал оказать содействие самарцам и в вопросе с обслуживающей компанией.